здравствуйте решил сделать такое легкое видео по поводу не запускания двигателя когда у вас на стартере щетки скажем стерлись залегает щетки это бывает на любой машине хоть на мерседесе хоть на жигулях как это как бы определить что у вас щетки вообще залегли то есть в основном так происходит смотрите вы как бы каждый день ездите на машине приехали куда-то не знаю даже домой остановились заглушили машину пошли домой вроде все нормально выходите через пять минут там выжили сцепление включаете зажигание у вас загорелись и лампочки и дальше вы крутите ключом по идее должен произойти запуск двигателя в машина завестись выкрутите дальше до упора ключ никаких действий вообще вы не можете понять чем дело опять выключаете опять все загорается все лампочки загораются такое еще не как будто сил аккумулятор вот она не крутит выключу пираете полностью упор здесь никаких действий не происходит чик и все чик думать о чем дело то скорее всего это залегли щетки на стартере то есть такие графитовые я вам покажу на фотографии как бы да такие графитовые стерженьки они со временем стираются и по мере того как они стираются они где-то и начинают потом не доставать машина не запускается то есть если машина понятное дело вот крутим дальше стартером никаких действий не происходит стартер не крутит движок машина не запускается у вас вариант понятно или на троса на сто либо эвакуатор но можно как бы обойти этот момент как бы не то что обойти можно решить вопрос чтоб доехать до скажем самому доехать до станции если вы на и знаете где у вас есть стартер примерно я покажу как выглядит стартер вот его нужно пошевелить смотрите вот так выглядит стартер он практически так выглядит на любой машине вот это бендекс вот смотрите вот я его достал того стык туда тоже за как бы там бывает зубья съедаются или он выходит из строя приходится его меня вот это втягивающее тоже бывает выходит из строя вать конечно может быть здесь да что-то прогореть контакта не бы тоже может стартер как бы не запускать вот это вот щетки то что я говорил смотрите вот такие щетки они есть на любом стартере хоть mercedes хоть запорожец любая вот эти щетки они стираются со временем потом когда они не достают контакта нет то есть вы движок уже не запустите то есть не будет как бы вот это вы шевелите когда вы старте по нему немножко пошевелите на вот эти щетки хорошо становится контакт достает и машина запускается если контакта не будет вы машину не запустите то есть вот это то что я могу вывод этого штука стоит в принципе вот они бывают отдельно перепаивается вот эти вот щетки там они стоят недорого но как бы опять же такие рабу с работой все это дело снять и чтобы могли доехать чтобы вас на тросе не тянули чтобы вас скажем не эвакуатор не вызывать то есть это можно я же говорю стартер пошевелить постучать по нему контакт пойдет и вы поедете как бы доедете до станции то вам все уже сделаю то есть вообще конечно в идеале это делать вдвоем один человек сидит в машине он ключ ставит напряжение то есть лампочки загорелись до упора довел второй человек идет шевелить стартер по нему нужно постучать щетки только достанут машина сразу же запустить движок я вам покажу еще под капотом немножко то есть ну либо если вы один то тоже можно это сделать но опять же таки не каждой машине вы можете увидеть стартер потому что на многих машинах вы открываете капот там либо все в пластике либо он где-то снизу и вы как бы ну не знаете понятное дело как бы не как он выглядит еще как бы боитесь опять же такие что-то не то пошевелить тогда как бы да но у многих машинах на многих есть как бы видно стартер где он находится его можно немножко либо пошевелить либо по нему просто постучать скажем отверткой да пум 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 постучать я на своей машине это уже не раз делал то есть вообще стартера вас такие вот щетки стирается больше всего в машинах, в которых больше всего запуска. Вот учебки, они очень сильно страдают при запуске. То есть представьте, учебный автомобиль, сколько раз он глохнет. Ученик завелся, заглох, трогается – заглох. Бывает по 10-15 раз машина запускается. Движок, чем больше вы крутите стартер, чем больше запускается движок, тем больше он стирается и убивается. То есть у машины в таксистах тоже есть такая проблема. Под заказ приехал, движок заглушил, клиент вышел, завелся, чем больше запусков, тем быстрее щетки сотрутся. То есть бывает даже, что вы по стартеру постучали, щетки отлегли, контакт пошел, и вы можете еще месяц ездить, запускать движок, никаких проблем. Но понятно, если они уже один раз залегли, понятно, лучше ехать сразу на станцию, потому что в итоге они могут у вас еще месяц проесть, а можете потом, как только заглушите, второй раз не заведете. Поэтому, если вы ее уже запустили, то понятно, едьте уже лучше на станцию, чтобы вам меняли, снимали стартер, меняли эти щетки, собирали все, обратно ставили, будете кататься. Там по стартеру все, в принципе, все запчасти там меняются, там, если, конечно, машина у вас какая-то нередкая, скажем, на машине на моей, на ВЭО, то здесь запчасти на нее куча, и все там можно найти, все можно купить, все стоит недорого. То есть стоят 2 доллара, эти щетки стоят 2 доллара, как бы на мою машину, то есть это стоит недорого, ну плюс работа, конечно. То есть смотрите, что мы, значит, делаем, мы выходим с машины, вам нужна отвертка, понадобится, да, что-то длинное, чтобы пошевелить стартер, ну не только отвертка, то есть что-нибудь длинное. Обычно он находится, стартер, где-то вот здесь, то есть если я вам сейчас попробую показать, здесь, конечно, куча проводов, вряд ли, конечно, мы, наверное, увидим. То есть вот его видно там, как бы, да, вот стартер, вот это вот штуковина, не знаю, будет, конечно, видно, не будет на камере, что там стартер. То есть если, конечно, вы где-то в лесу вообще застряли, да, вот так стали, то, конечно, можно и как-то снизу подлазить, да, смотреть, как бы по нему постучать, но сейчас не сильно видно. Нам нужно его по нему хотя бы постучать, постучать, пошатать его. И потом после того, как вы по нему постучали, пошатали, щетки, если там достали, когда вы садитесь в машину, то есть зажигание включилось, и если щетки сейчас достали, она запустится. Все, машина запустилась, то есть щетки, значит, достали. Нужно ехать на станцию, чтобы нам меняли щетки. Если сейчас заглушить, она может запуститься, а может не запуститься. То есть смотря в какое положение попадут эти щетки, заклинет их, не заклинет. То есть, не знаю, конечно, пригодится в жизни, это не пригодится кому-то, то есть каждый может, конечно, сказать, да я не знаю, вообще ничего не разбираюсь в этих машинах, эти стартера и как они выглядят и тому подобное. Но, честно говоря, у меня когда-то столкнулся с этой проблемой очень давно. Меня на трос прицепили и повезли. Я один раз посмотрел, что он сделал, что он пошевелил этот стартер. То есть, вообще, я же говорю, в идеале вдвоем. Один человек садится, я сейчас заглушу еще раз, включает зажигание, упирает ключ в упор, а второй шевелит. И как только контакт пойдет, она сразу джинь и запустится. То есть, можно по нему один раз бывает, даже по стартеру, тук, вы стукнули, сразу раз и пошла машина запустилась. То есть, в основном, это помогает. Если, конечно, машина у вас стояла под домом зимой, скажем, да, месяц, и вы пришли, пытаетесь запустить, и лампочки загорелись, а дальше не крутят, то, скорее всего, может, у вас, конечно, и так аккумулятор сел, и такой, конечно, может быть. Но если у вас нет, к примеру, контакта на, вы, скажем, ездили-ездили, бывает тоже вы так ездили, встали на своей машине, ключом чирка эти не идет, то, конечно, можно в первую очередь проверить контакт на аккумуляторе. То есть, вы клеммы, вот эти клеммы, пошатать, знать клеммы, да, пошатать. Если они у вас ходером ходят, то контакта нет на аккумуляторе. Понятно, может, это будет и не щетки, это, может, у вас контакта на аккумуляторе нет. То есть, если здесь все нормально, и вы крутите ключом, проворачиваете, зажигание, как бы, да, лампочки загорелись, выкруте дальше, никаких действий, скорее всего, это щетки на стартере. То есть, может, конечно, кому-то поможет когда-нибудь в будущем эта информация, может, нет, но, как бы, мне, как бы, помогало, и не на одной машине, как бы, да, то есть, ну, я же говорю, не на всех машинах можно увидеть стартер. Я просто знаю, где он находится, и к нему можно добраться. На многих машинах открываешь капоту, все в пластике, то есть, либо он там снизу настолько, что вы понимаете, что все, машина не запускается, нужно эвакуатор, либо тросную на станцию ехать. В общем, думаю, информация все равно будет для вас полезна. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, также можете добавиться в группу ВКонтакте, я внизу в описании сделаю ссылочку, можете переходить, добавиться. Также у нас появился Инстаграм, также по ссылочке можете переходить, смотреть, добавляться. Всем спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok